На переселение граждан только в этом году потратят больше 700 миллионов тенге. Оправданы ли такие вложения? Будет ли программа эффективной? Об этом мы решили поговорить с политологом Расулом Жумалы. Сегодня он у нас в гостях. Расул, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, число покидающих Казахстан растет. Почему люди так активно стали уезжать? В чем причина? Ну, к сожалению, этот процесс у нас происходит не первый год. Если проследить динамику эмиграции из нашей страны, то ее пики обычно приходят на моменты кризисов. В этом плане, конечно, это оправдано и в какой-то степени и понятно в последние годы. То, что так или иначе кризис у нас происходит, безработица. Люди выбирают места, где дают хорошую зарплату, хороший уровень жизни, социальный пакет. Это, наверное, большое упущение и проблема для страны. Конечно, граждане вправе решать, где и как применять свои силы, свои возможности. Но обычно уезжает все-таки наиболее активная часть, наиболее продвинутая часть, образованная часть нашей страны, для которых, к сожалению, в собственной стране не оказалось достаточных условий. И они делают такой выбор. Вот эта программа переселения, на которую так надеется наше правительство. Как вы считаете, поможет ли она решить кадровый вопрос? Ну, один только пример. Население трех наших северных областей. Костанайской, Североказахстанской и Павлодарской. Ее население совокупное. Меньше, чем половина населения одной и только Южно-Казахстанской области. В Южно-Казахстанской области, несмотря на то, что открываются новые школы, больницы, колледжи, все равно нехватка. Огромная нехватка. То есть школы работают три смены, колледжи всех поступающих не могут удовлетворить. В то время, как на севере колледжи пустуют, школы даже в одну смену у нас не заполняются. Рынок труда, заводы, фабрики на севере Казахстана, они ощущают нехватку этих специалистов. В результате, кстати, все перечисленные три области из-за вот этих дисбалансов, они сегодня являются дотационными. То есть они производят меньше, чем потребляют сами. И это очень важная, мне кажется, одна из самых востребованных программ на сегодняшний день в нашей стране. С глобальной точки зрения это хорошо. А если представить человека, который попадает совершенно в иную среду, насколько сложно им будет? Да, все мы граждане одной страны, но мы говорим на разных языках, у нас разная ментальность. Как облегчить этим людям, как им помочь, естественно, в местах безболезненно? Существуют, может быть, определенные региональные различия, конечно, традиции и так далее. Но тем не менее, коль скоро мы говорим о пунетарном государстве, об единой стране, о едином обществе, надо двигаться к этому. Большое государство, маленькое население. И это маленькое население у нас кучкуется всего в нескольких точках. Алмата, Астана, может быть, два-три западных города и все. Это важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения и национальной безопасности, когда расселение, средооточение трудовых ресурсов осуществляется достаточно сбалансированно. Не вокруг одного-два-двух городов-мегаполисов, но и по областям, и по региональным центрам. Расул, спасибо вам. Пожалуйста. А я напомню, у нас в гостях был политолог Расул Жумалы. И мы говорили о новом этапе переселения казахстанцев. Продолжение следует...